привет друзья меня зовут валентина и мы на канале мир вкуса на своем канале я занимаюсь различными видами рукоделия которые меня вдохновляют сейчас у меня в работе две вышивки предыдущих видео я вам их показывала они у меня понемножечку продвигаются и сегодня я вам покажу конверты для процессов которые у меня имеются и тот который я собираюсь сшить у меня есть один вот такой большой конверт с использованием вышивки и основную деталь я сделала в технике бора это одна из моих очень любимых мной техник здесь для украшения у меня металлические пуговицы конверт на липучке вот как он у меня выглядит клапан внутренняя часть из российской синей бязи здесь набор видно вам нет это схемы отсвечивает простите отсвечивает здесь у меня канва пяльцы и органайзеры с нитками мулине как видите процесс в самом начале а сюжет называется улитка и розовый куст как видите процесс находится в самом начале даже вы мне скажете нечего было и показывать но по мере его продвижения я буду вам буду вас знакомить с результатами работы вот такая работа у меня находится в этом конверте этот конверт один из моих самых любимых его размер закрытом готовом виде 33 на 30 сантиметров делала я еще один конверт делала для процессов тоже в технике бура но храню в нем кое-что необходимо здесь выкройки ну допустим что вам показать допустим вот такой с радиусом указан радиус 58 это если нужно таких такой кружок не обвести допустим квадрат а нет это прямоугольник с размером 14 на 17 сантиметров и много здесь всяких 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 идей вот здесь была выкройка для многоразовой маски много всего здесь имеется кроме того здесь у меня треугольник линейка ну и все и остальные это только выкройки еще раз показываю этот конвертик вот такой у меня конвертик по размеру он у меня уже поменьше это 33 на 25 сантиметров вот такой видите все я здесь вручную простегивала бежевыми ниточками сейчас сделаю вам вставку из одного из предыдущих видео покажу вам еще один конверт который у меня имеется может быть вы помните как я его шила на видео если не помните посмотрите шила я его техники пицца и еще вырезала вот такие вот прелестные розы они у меня не под сеточкой чтобы ярче их было видно и все таки мне этих конвертов не хватает у меня в процессе работы есть еще одна вышивка вышивка dimensians у меня все здесь немножко помято вот вам покажу тот фрагмент который я уже вышила видите это меньше чем 25 но это где-то 20 процентов от готовой вышивки сейчас вам покажу что будет изображено на этой вышивке так не очень хорошо видно но видите здесь видно что мостик домики вот такая прелестная вышивка dimensians я ее покупала не в наборе распечатывала цветные схемы ну вот один из листов вышиваю по этой схеме нитки заказывала тоже отдельно достаточно долго я нитки заказывала потому что не всегда и не везде были такие нитки вот так я сделала сама органайзеры из открыток с удовольствием вышиваю и как раз для этого процесса мне нужно сделать конверт я покопалась в своих незаконченных проектах нашла вот такую пиццу вот такие вот видите сделала слои из квадратиковых прямоугольников наложила на вот такую ткань сверху сеточка прострочила но я решила что эта заготовочка будет служить внутренней частью конверта размер этой заготовки 35 на 80 сантиметров для наружной части я уже начала заготавливать блоки и сейчас вам все покажу ребята живу я в селе сельской местности шью на обычной ручной швейной машине не побоюсь этого слова сказать практически старинной которая досталась мне от моей мамочки здесь у меня такое ощущение что что у машины есть душа и эта душа несет энергетику моей мамы и поэтому шитье на ней доставляет мне огромное удовольствие вот я беру блоки сейчас я их прострочу отглажу и вам покажу поподробнее вы скажете что процесс не такой уж быстрый как на электрической машине у меня есть и электрическая машина но мне очень нравится шить наручной на электрической я могу обмотывать края иногда делаю свободноходовую стежку вот так я подкладываю блок за блоком сейчас прострочу эти блоки которые я уже начала шить и вам все покажу подробно в процессе сейчас все эти блоки мы разъединим ниточки разрежем булавочки вытащим и прогладим утюгом затем сложу какую-то композицию которая сейчас уже получается блоки конечно же еще не готовы и посмотрим общее впечатление сначала глажу по шву отгибаю полоску и проглаживаю еще раз вот такой блок пока получается то же самое делаю с оставшимися проглаживаю разглаживаю а вот этот блок я сделала не очень давно у меня оставались очень маленькие кусочки советской ткани видите таких нежных ненавязчивых цветов я решила поэкспериментировать и что-то сшить вот тут правда кривенько получилось немножечко но все равно этот блок мне нравится своим сочетанием цветов и оттенков я его решила пока решила что тоже использую в шитье моего конверта продолжаю сейчас разглажу все блоки и соберу композицию из них на моем столике для рукоделия здесь видите мне нравится вот такая вот клубничка сначала кладу на столик заготовку пицца заготовку которую я вам показала чтобы ориентироваться в размерах и начинаю потихонечку раскладывать опять же повторяю что блоки еще не готовы ну посмотрим пока что получается очень уже хочется посмотреть после раскладывания перекладывания получается вот такая композиция в принципе кажется что это какой-то хаос но думаю что когда я закончу блоки и когда я все сошью то будет красиво у меня клубничка не поместилась и мой непонятный блок тоже не поместился еще один блок не поместился и поэтому буду теперь ориентироваться для использования вот этих блоков которые я разложила буду их сейчас немножечко увеличивать для того чтобы затем площади сшитых блоков хватило для заготовки девочки на том же столике показываю он темно-коричневый наверное не очень интересно на нем смотреть по размеру он так оптимально подходит чтобы на нем мне делать все и показывать вот каким получилось полотно для будущего конверта и вот я кладу видите лицевой стороной вниз заготовочку сверху кладу лицевой стороной вверх лицевую часть будущего конверта видите я его предварительно проклеила флизелином сейчас все выровняю скалю и буду простегивать буду простегивать в шов вот между полосками простегивать буду также на своей ручной швейной машине увлекательный процесс затем после простегивания все отпарю хорошенечко через влажную хлопковую ткань выровняю роликовым ножом с линеечкой и вернусь к вам цвета получились прикольные и так мои дорогие основная деталь будущего конверта готова вот такая она получилась на первый взгляд кажется что это какое-то нагромождение непонятных полосок разноцветных но само сочетание которое получилось мне очень нравится вот так выглядит изнаночная сторона и на изнаночной стороне я отметила две линии сгиба конверта сейчас я сгибаю по этим линиям вот такой получится конверт видите уголки клапана я уже закруглила и на этом я предлагаю сегодняшнее видео первую часть по изготовлению конверта закончить потому что процесс и съемка видео я вижу немножечко затянулись а в следующем видео мы с вами сочьем карман внутренний сразу скажу что размер этого кармана 21 на 25 сантиметров вот я из листа формата А4 сделала уже выкройку карман я хочу сделать достаточно плотным чтобы этот карман усилил жесткость будущего конверта а как я его буду делать я вам покажу у меня есть свой способ который уплотняет создаваемую ткань и при этом мы с вами будем использовать мелкие-мелкие обрезки из вот этой вот баночки так что не забывайте меня заходите почаще ставьте лайки пишите комментарии подписывайтесь на канал шейте вместе со мной и у вас тоже все получится до встречи на канале мир вкуса до встречи до встречи